Дорогие братья и сестры, также все гости, всех вас приветствую. Время подходит для того, чтобы нам помолиться и начать наше богослужение. Я сделаю как напоминание. Мы уже делали объявление о том, что сегодня, в воскресном дне, будут у нас на утреннем и на вечернем богослужении представители двух миссий. И вот сегодня на утреннем богослужении у нас представители миссии РЭМ. Поэтому, как мы говорили и объявляли, в конце нашего богослужения будет у нас сегодня два сбора. Первый сбор будет для церкви нашей, а второй сбор на нашу миссию, которая трудится в бывшем Советском Союзе, содержа многих миссионеров, которые совершают иммунализацию многих таких дальних районов Севера. Поэтому, друзья, давайте позаботимся о том, чтобы сегодняшнее богослужение, которое закончится, оно также принесло благословение тем миссионерам, которые трудятся на далеких местах. Сейчас мы будем молиться, попросим благословения на наше утреннее служение. Вставшие будем молиться. Наш Господь, дорогой любящий, благодарю Тебя за этот воскресный день, за это утро. Благодарю Тебя, что сегодня вновь и вновь обновилась Твоя милость для всех людей. И я прошу Тебя, чтобы сегодняшнее утреннее служение прошло во славу Твою. Благослови каждого, который примет участие. Благослови тех братьев, которые будут делиться Словом. Благослови то служение, которое они будут совершать сегодня в нашем собрании, чтобы тот рассказ, то свидетельство о труде миссионеров, чтобы оно еще и еще освежило нас к тому, чтобы мы могли вместе так вот посоучаствовать в их служении. Благослови и то служение материальное, которое будет совершаться для их труда. Прибудь с нами, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В начале нашего утреннего воскресного богослужения будем петь Псалом 349-349. Известно мне церковь живая. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 и поэтому мы радуемся той радостью, о которой Господь сказал радуйтесь всегда в Господе и еще говорю радуйтесь а сегодня мы имеем дорогое сладостное общение, быть в общении со святыми видеть наследие, дорогих милых деточек, которые сидят в первых рядах, они очень прекрасны, братья и сестры, мы имеем великую радость, потому что Дух Божий пребывает в нас, мы радуемся, мы радуемся тому, что Он по великой милости своей спас нас не по делам нашим, а по своей великой любви и милости, простив грехи наши и омыв нас, наши сердца свои при чистой святой кровью. Это все делает Господь, и мы не свои, мы Божьи, мы Ему принадлежим. И поэтому Господь нас рассматривает всех, как рабов своих, как детей своих, как послушных Ему в этом винограднике своем. Господь призывает каждое сердце, от малого до великого, быть участниками Евангелия, быть участниками спасения только своего, но и спасения людей, грешников, окружающих нас, или которые находятся очень далеко от нас. Братья и сестры, вот этот призыв Божий, сегодня Господь по всей земле несется этот призыв Божий, призыв к тому, чтобы быть участниками спасения людей. Я буду читать место Священного Писания, мы с вами вместе с вами рассуждаем, и первое место я буду читать из Евангелия от Луки, из четвертой главы. Евангелие от Луки, четвертая глава. Буду читать 42 стиха. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, Царствие Божие, ибо я на то послан и проповедовал в синагогах иудейских. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос, написан при захождении же солнца, все имевшие больных различными болезнями, приходили, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждую из них руки, исцелял их. Присутствие Господа, оно всегда было радостью. Для народа в тот момент Иисус, наш Господь, был источником здоровья, источником благополучия, источником, знаете, вот того, что, ну, где Иисус, там все хорошо, там ты всегда будешь сытый. Господь голодным не оставит, обязательно кормит. Если ты больной и приносил, ты выйдешь от Него здоровым. И, знаете, а что человеку нужно в этом мире? Да и всем нам тоже хочется выйти здоровыми, крепкими, сильными, красивыми и так далее. Но мы обратим внимание, что вот в этом месте Священного Писания мы видим, что народ удерживал Его, удерживал Его. Скажите, народ удержал Господа? Господь остался там? Нет. Мы видим здесь, что Он сказал. Он сказал следующее, что и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан. То есть, какое-то время, какое-то краткое время находился Иисус вот среди людей, у которых было на первом месте, чтобы быть здоровыми, сытыми, благополучными, ну, это толпа, это толпа. Но Иисус говорит, нет, я и другим городам должен благовествовать. То есть, Иисус вышел с этого места. Когда мы читаем Евангелие от Луки, в этой же Евангелии спишет, но в 24-й главе мы прочитаем следующее. С 25-го стиха. Тогда Он сказал им о несмысленной и медлительной сердце, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Предсказывали пророки. Не так и надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, на дороге, и когда изъяснял нам Писанием, и встав в тот же вечер, в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе один из апостолов и бывших с ними. Братья и сестры, ученики по воскресенье своем, двое учеников идут из Иерусалима и в Ямаус. Наш Господь, как странник, присоединяется к ним, и они открывают Ему свое сердце. Что наполнено в них, что в сердцах учеников, но полная безнадежность. Ни надежды, ни веры, одно полное отчаяние. А ведь это Его ученики, с которыми Он ходил три с половиной года. Это те, которым Он столько передал, столько изъяснял, столько проявил любви и внимания. А все у них теперь, все как разбитое. Они совершенно не способные ни к чему. Они идут из Иерусалима. Господь, поравнявшись с ними, стал им объяснять Писание. Начиная от Моисея и пророков, Он объяснял им, и так спокойно, пока шел дорогу, все объяснял, объяснял, объяснял. И вот они уже вечер, они подошли к селению, да, и они просят, останься с нами, потому что день, вечер, день склонился к вечеру. И написано, но они удерживали Его, говоря, останься с нами. Братья и сестры, почему и по какой причине ученики удерживали Господа? Что значит удерживать? Ну, это как-то, знаете, как-то не отпустить. Это как-то, знаете, проявить какое-то внимание. Ну, как-то сказать, что, о, как хорошо с тобою. Ну, давай, останься с нами. А скажите, вот это ли только единственное, что Господь остался с ними? Нет, это не единственное. После того, когда Иисус остался с ними, а потом, когда преломил хлеб, и Он был узнан, они сказали, что не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание? Братья и сестры, вопрос, почему Иисус остался с учениками? Потому что Он увидел, что сердца их загорелись. Что сердца их загорелись. Это же были не те ученики. Это те, которые шли в Ямаус. Нет, это были уже и воучники, у которых горит сердце. Братья и сестры, вот когда горит наше сердце, то Иисус не пройдет мимо. Нет, Он обязательно останется с нами. Мы удержим Его. Как хорошо с Ним Иисусом! Как прекрасно! Дорогие, милые деточки, как прекрасно с Иисусом! Когда вы внимательно слушаете Слово Господне, и вы молитесь, такой прекрасной детской молитвой, вы удерживаете Его. Иисус, не уходи! Будь в моем сердце! А сердце горит! Дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры! Вот когда сердце горит, тогда Иисус с нами. Он не пройдет мимо. Мы, вот, кажется, пророк Исайя говорит такие слова, что устами своими они чтят меня, а сердце их далеко стоит от меня. Уста и сердце. Мы можем в нашей жизни, можем призвать имя Господа. Господи, помоги, останься, благослови, помоги. А сердце наше, а сердце наше говорит о совсем о другом. Оно занято тем или другим, и третьим. И вы знаете, а Иисус смотрит на сердце. Иисус смотрит на сердце, потому что из сердца исходит. Сердце – это присутствие Господа. Господь, взирая на сердце, хочет видеть, что наши сердца горят. Горят любовью, горят состраданием, горят жертвенной любовью. Я хочу сказать, дорогие возлюбленные, братья и сестры, удерживать Иисуса. Чем мы можем Его удержать? Чтобы Он не прошел мимо наших домов, мимо наших детей, мимо нас самих. Как мы можем удержать Иисуса? Мы можем удержать Его горячими молитвами, посвящением. Мы можем удержать Его святыми добрыми делами. Мы можем удержать Его жертвенной жизнью, когда сердце наше горит, когда только Господь и нет другого. Господь призывает нас к труду. Братья и сестры, Господь призывает нас к жертвенной святой жизни, и не только, что значит жертвенная святая жизнь. Это значит, это то состояние, когда мы говорим, говори Господи, ибо слышит раб Твой. И в этом великом святом служении Богу Бог рассматривает наши желания, когда мы совершаем дело Божье охотно. То есть, в нас сердце горит, сердце горит с того момента, как Дух Святой посетил наше сердце и возродил нас к новой жизни, и мы посвятили себя на служение Богу и святым. Как пишет апостол Павел в послании о том чудном семействе, в котором написано посвятили себя на служение святым. Мы благодарим сегодня Господа за дорогих наших братьев, благовестников, миссионеров, братства Совета Церкви, которые посвятили себя на служение святым, на служение Богу и пошли в те суровые места с тем, чтобы возвестить истину святую. И почему они пошли? Да потому что горело у них сердце. Оно горит и сейчас. Оно и будет гореть, потому что это посвящение. Быть на жертвеннике Христовом, гореть Его любовью, жертвенной любовью. Вот и делать дело Божие охотно. Как написано, вот эти три тысячи, я просто напомню эти места, три тысячи душ, которые обратились к Господу в момент Пятидесятницы, из которых образовалась церковь. Что написано о них? Они охотно приняли Слово. Они охотно приняли Слово. Это значит, что они загорели из техних сердца Господу посвятить свою жизнь. И вы знаете, и вот из этих, тех, которые приняли Слово Божие охотно, Господь и создал Церковь. Господь создает своих верных и рабов Его, из тех, которые охотно совершают труд, охотно жертвуют, охотно идут за Господом, охотно несут крест и пребывают на узком пути. И все надо полюбить. И узкий путь полюбить надо. И грешников нужно любить, Слово Божие любить и удерживать Его. И еще, я только напомню эти места, читать я не буду. Во втором послании Коринфян, в 9 главе 7 стих написано, «Ибо доброхотно дающего любит Бог, значит, тот, кто доброе дело делает охотно». Дальше. Во втором послании, 12-15, апостол Павел пишет, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя». Братья и сестры, с каким желанием совершал апостол Павел свое служение? Он делал это с горячим сердцем. Он делал это неравнодушно. Нет, он делал это охотно. И в заключении, я прочитаю одно место священного писания, которое записано в 4 книге Царств. 4 книга Царств, 10 глава, 30 стих. «И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавама все, что было на сердце у меня. Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевого». Братья и сестры, вот в свое время Бог избрал Иуя для того, чтобы исполнил его слово. Иуя слово Божие исполнил. Он сделал это охотно. И Господь это видел. И что Он Ему сказал? «Вот за то, что ты сделал охотно, сыновья твои будут сидеть на престоле Израилем до четвертого рода». Но ведь сыновья-то же не делали. Иуя делал. А благословение перешло на сыновей. И сыновья будут сидеть до четвертого рода. Братья и сестры, дорогие родители, если мы делаем, если сердца наши горят, и мы для Господа делаем, жертвуем охотно, с желанием, сыновья твои будут сидеть за царским столом Господа Иисуса Христа, как спасенные и благословенные. Поэтому всякий труд, он имеет благословение, которое переходит на детей, на внуков. И это благословение надо умножать. И святой апостол Павел говорит в заключении, что так как вы удерживаете Евангелие, которым и спасаетесь, если только не тщетно уверовали, Евангелие нужно удерживать, удерживать. Слово Божие надо удерживать в своих сердцах. А сейчас мы давайте помолимся и прославим нашего Господа за то, что Бог призвал нас для славных, великих дел. Это независимо от возраста. Это зависит прежде всего от отдачи сердца, чтобы наше сердце было отдано Иисусу, и чтобы оно горело. Вот когда сердце наше горит, мы делаем дело Божие охотно, с желанием с огромным, и жертвуем. Поэтому благословит Господь сердца наши, чтобы Господь был прославлен в спасенных душах. Ему за все вечное слава. Аминь. Будем молиться. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы славим и превозносим Твое великое имя, имя всемогущего Бога, Творца неба и земли, Создателя и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы сердечно Тебя благодарим, наш Господь, за Твои страдания, за Твою святую пролитую кровь, за Дух Твой святой, за Церковь, верных святых Твоих, за братство, Господь, верных святых Твоих, уповающих на Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое драгоценное. Помоги нам, Господи, чтобы сердца наши горели, горели той же любовью, как горело Твое сердце и горит сегодня, Господи. Спасение погибающих грешников, спасение наших ближних, детей, внуков, внучек, родных и близких, тех, кто еще не покаялся, Господи, спаси и помилуй. Благослови эту дорогую возлюбленную церковь, благослови братья-служители, хор поющий, регентов, оркестр, молодежь, деток Господь. Гореть всем сердцем, чтобы удерживать Тебя, Господь, чтобы поистине, Боже, Ты видел в сердцах наших тот огонь любви Твоей, который, Господи, Ты зажег впервые при покаянии, Господь, когда сердце наше обновилось и наполнилось Духом Святым для славных дел. Прославь имя Твое Святое и употреби нас, как рабов Твоих для дела Твоего Святого, для спасения еще многих и многих душ. Да будет им Твой благословенный, прославлен наш Дилан и Спаситель, и Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь номер 375-й. 375-й. Вперед, вперед, Господь зовет. Ставший будем петь. Песня. 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 Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. И ею семейную жизнь разрушают и гибнут в неверии, в гиену идут. Людьми и куренье весьма обладает. Не мало их стало рабами его. Весь мир во грехе и во зле утопает. Не знает, не знает, не любит творца своего. А Бог ведь всех любит и всех призывает. Он хочет, он хочет, он хочет, он хочет, он хочет, он хочет, чтобы грешные люди спаслись. Он кротко и нежно их всех призывает. О грешник, пусть любовь, пусть любовь у вас горит, пусть любовь у вас горит пламенея, и надежда утешит ваш дух. Вера чисто, свята и живая исцелит вас от всяких недух. Аминь. Летят журавли, вот зима наступает. Последние листья спадают с ветвей, И ветер осенний тоску нагоняет, И холодом веет с намокших полей. Хорошо журавлям они будут на юге, Где не было нет и не будет зимы. Где солнца, лучи не дают места в юге, Где все, как преобрази вечной весны. И церковь Христа, колыбель покидая, Простится землей, чтобы вечность начать. Прекрасных чудесных обителях рая Блажен, кто готов Иисуса встречать. Неси эту ядру, что зима наступает, Что слезы дождей ожилы теле листу. Но помни о том, что года пролетают, А ты во грехах не идешь ко Христу. Весна еще будет, Наступит и лето, Прекрасные лилии вновь зацветут, Но будешь ли с Богом, подумай об этом, Туда твои крылья Тебя принесут. Спеши, коли великая Свербь не настала, Пока Тебя Дух и невеста зовут, Покайся, чтоб жатва в грехах не настала, Пока Твой Господь долго терпит и ждет, Покайся, пока Тебя жатва в грехах не настала, Пока Твой Господь долго терпит и ждет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дмитрий Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 Песня «Послав Тебе» 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 Советского Союза. Но о своем служении я расскажу несколько позже, перед тем, как мы будем смотреть информацию, будем смотреть фильм об этом, о служении на Крайнем Севере. А сейчас, друзья, я хочу поделиться с вами некоторыми истинами Священного Писания. Я думаю, что сегодня это очень уместно, сейчас воскресный день. Я думаю, что очень правильно нам все вместе недолго порассуждать о каких-то фундаментальных, серьезных и вечных истинах Слова Божьего, от которых зависит наша жизнь повседневная. Друзья, я хочу предложить вам сегодня такую тему. Мы побеседуем с вами о святости, о непорочности нашего хождения перед Богом. Важная ли эта тема? Безусловно, друзья. Мы знаем призыв Господень, который звучит так. Будьте святы, потому что я свят. Коротко, но очень ясно. В этом коротком призыве изложена воля Божья, и Господь желает видеть нас святыми. Понятно, друзья, что когда мы обращаемся ко Христу, Господь облекает нас в белые одежды праведности, но в повседневной практической жизни мы все же ее должны достигать. И эта цель, эта цель проходит вот такой красной линией через всю нашу жизнь, пока мы на земле. Это для нас весьма актуальный вопрос. Потому что в другом тексте священного писания мы читаем, без святости никто не увидит Господа. Это апогей нашей веры, встреча со Христом. Если, как бы, стремясь к той цели всю жизнь, мы вдруг окажемся в числе неразумных дев, описать эту трагедию очень сложно. Поэтому, друзья, предлагаю поразмышлять сегодня об этой фундаментальной, библейской, весьма важной, насущной истине для всех нас. Я буду читать текст священного писания из сотого псалма. Псалом под номером 100. В этом псалме изложены очень четко и конкретно изложены принципы непорочной жизни. Потому что, ну, кто-то из нас может задать вопрос, ну, а что значит жить свято? Вот от чего оберегать себя? Чего опасаться? К чему, наоборот, стремиться? И вот это слово, друзья, оно настолько... Тут минимум теории. Оно очень-очень практично. Давайте мы вдумчиво, благоговейно, с трепетом вот так вот пройдемся по этим строкам богодухновенного текста. Я буду читать, и хорошо, если у нас есть священное писание, мы будем следить. Эти стихи сотого псалма, и буду комментировать их. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне». Первые два стиха почти мы с вами прочитали, друзья. Давид обращает внимание на эту весьма важную сферу своей жизни – непорочность и святость перед Господом. И он так говорит, буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. То есть вот эта тема, вот эта истина, вот эта составляющая его жизни, она настолько для него важна, что он говорит, что вот об этом я буду размышлять. То есть вот это будет являться предметом моего внимания, предметом моих переживаний, предметом моих поисков и молитв моих, и постов, и печали моей, и радости. Вот эта тема, тема святости, тема непорочного пути. Буду размышлять об этом. Друзья, если нам не размышлять о нашем хождении перед Богом, если нам не размышлять о нашем христианстве, если наше христианство превращается у нас в какой-то автоматизм, воскресенье пришли, в пятницу пришли, отбыли, и вся наша стихия, вся наша душа, все наше сердце. То есть центр жизни сосредоточен где-то там. Это беда. Уже пора бить в тревожный колокол, друзья, если так. Смотрите, как у Давида. Его внимание, его сосредоточие, всего его существа, вот на этом вопросе. Я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Вот так вот лирически он выражает в таком вопросе. Он ищет этого пути, он чувствует в своем сердце потребность святости, потребность непорочности. И он в такой печали, может быть, даже в тоске восклицает. Когда ты придешь ко мне? Вот этот непорочный путь, вот эта непорочность, вот это качество божественное. Когда, наконец, я начну в практике жизни ее видеть, ее ощущать и радоваться этому. Вообще, друзья, потребность в святой жизни это верный признак рожденного свыше сердца. Если у человека нет этой потребности, если для него святость перед Богом, непорочность не являются ценностями первой величины, то большой вопрос, рожден ли он свыше. Может быть, для него христианство это только внешняя оболочка, и вот как бы он просто какие-то свои интересы преследует в этом, не более того. Поэтому, друзья, Давид вот так раскрывает сердце своего переживания, своего сердца. Буду размышлять. И когда ты придешь ко мне? То есть, когда, наконец, вот это божественное качество будет видно в моей жизни, когда оно будет проявляться? Это прекрасно, друзья. Вообще, вот что собрало нас сегодня здесь вместе? Я склонен думать, но о самом лучшем, друзья, как раз потребность в том, чтобы перед Богом уточнить и сделать более правильным свой путь. Это одна из причин, почему мы здесь собраны. Мы собраны для общения друг с другом, для общения с Господом. Мы собраны для того, чтобы послушать Его Слово. И все это для чего? Для того, чтобы правильнее наш путь был перед Богом, более прав, более точен. И это очень хорошо, друзья. Потому что, если человек ищет Бога, если он не удовлетворен вот течением своей жизни, если в нем вот этот поиск всегда живет, это очень хорошо, друзья. Это прекрасно. Это значит, мы на верном пути. Детки, если вы перед тем, как что-то сделать плохое, вдруг услышите в своих мыслях, в своем сердце, не делай этого. Будьте послушны этому голосу, удаляйтесь от зла, потому что это Господь говорит. То есть, Он вас уже с детства учит вот этому прекрасному качеству, святости и чистоте. И очень важно слышать этот голос, если вы будете чутки к Нему, когда Господь отводит вас от зла, когда Он посылает тревожную мысль и говорит, не нужно этого делать. Будьте послушны. Если вы будете послушны, Господь поведет вас по прекрасному пути спасения. Итак, друзья, вот с этого начинает Давид этот псалом. То есть, для него это весьма насущный вопрос. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. И дальше, друзья, изложены очень четкие принципы. Они настолько важны. Вот для меня это просто руководство к жизни, друзья. Смотрите, первое, на что обращает внимание Давид. Дальше просто четкие, буквально по пунктам принципы непорочной жизни. И это очень практические вещи. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Смотрите, друзья, первое, на что внимание обращает Давид, это на свое хождение где? В воскресный день на богослужении? Посреди дома. Вы знаете, друзья, если вы хотите узнать, кто вы есть на самом деле, не смотрите на себя в воскресный день, когда мы все прекрасно одеты, у нас добрые лица, когда мы готовы поучаствовать. Это хорошо, это на своем месте. Посмотрите на себя дома. Вот дома человек максимально раскрепощен. Дома он есть тот, кто он есть на самом деле. Проанализируйте свои взаимоотношения с близкими, с женой, с мужем, с родителями, с братьями, с сестрами. Проанализируйте свою жизнь дома. И это то, на что, во-первых, внимание обращает Давид. Вот эта сфера, то есть его жизнь дома, его жизнь в ближайшем окружении, это то, что, во-первых, его беспокоило. Этот вопрос для него был наиболее важен. И он говорит, что вот, вот где начинается святость, вот где начинается непорочность. Дома. Знаете, друзья, когда человек выходит из дому, вообще человек – это очень такое, ну, существо способное. И он сразу надевает на себя маску. То есть он как бы навыком научен, как и где себя вести. Если он идет на работу, он уже знает, где и как там себя вести. То есть как только он закрывает двери дома своего, он уже немного другой человек. Поэтому очень это важный вопрос, друзья. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Давид обет такой дает. Он перед Богом, ну, как бы, дает такое себе обещание, такую берет задачу на себя. Бодрствовать где? Дома. Бодрствовать и жить свято посреди или же в окружении своих близких людей. И это очень важно, друзья. Очень часто бывает так, что человек дома один, а когда выходит из дому, попадает в другое человеческое общество, такое впечатление, что у него на спине невидимый тумблер такой. Щелк, и он уже другой. Так не должно быть. Человек Божий – это человек естественный, человек святой везде и всегда. Итак, друзья, первый принцип, первая сфера, где действительно человек должен являть святость, это посреди дома своего. Это во взаимоотношениях с близкими. Когда мы повышаем голос, когда с уст наших слетает какое-то недоброе слово, это все вопросы и вопросы и вопросы к нам, друзья. Это то, что, во-первых, беспокоит Давида. Следующий принцип. «Не положу пред очами моими вещи непотребной». Интересно очень, друзья. Это второй вопрос, на который внимание обращает Давид. Сфера очень интересная, о которой мы очень мало говорим, друзья. Непотребство. Довольно сложное понятие. Если я вам задам сейчас вопрос, я думаю, что не все однозначно ответят. Вопрос такой. Скажите, непотребство – это грех или нет? Вопрос. Вопрос. Да, вопрос сложный. Это что-то пограничное такое. Как бы в идеале, конечно, друзья, мы, наверное, согласимся с тем, что непотребство – это грех. Потому что библейское понятие греха, знаете, оно какое? Что такое грех? Вот когда израильский воин тренировался, ну, например, в стрельбе из лука или в метании копья, как правило, у него был мальчик, оруженосец, который тоже желал, так сказать, достигать чего-то в военном искусстве. Он стоял возле мишени, и когда воин стрелял, стрела попадала мимо мишени. Знаете, как мальчик кричал на древнееврейском? Какое слово он произносил? Грех. Грех, то есть это мимо, не в цель. Вот что такое грех. И если вот в этом абсолютном смысле рассматривать такое явление в жизни человека, как непотребство, конечно же, это грех. Но оно, это знаете, в очах многих это настолько, ну, как бы, безобидная вещь, но непотребство – это что-то пограничное, это что-то, ну, вот где-то что-то случилось. Ну, я же не согрешил, человек успокаивает себя. Знаете, друзья, это явление, оно настолько, оно настолько разнообразно, что даже сейчас сложно какой-то пример привести, обратить внимание на какую-то сферу нашей жизни, где может проявляться непотребство. Ну, вот это беспокоит Давида. Он говорит, не положу пред очами моими вещи непотребной. То есть он обращает внимание на это явление в человеческой жизни, как непотребство. Это может проявляться во всех сферах жизни, друзья. И в интеллектуальной, когда мы увлекаемся какой-то информацией, какими-то увлечениями непотребными, это может быть и как бы в физической нашей жизни, и в трате времени, и в увлечениях каких-то, и в том, как мы проводим свободное время и так далее. То есть это настолько такой спрут со многими щупальцами, что их посчитать невозможно. И он, знаете, вот так иногда залазит в нашу душу и исковывает ее непотребство. Почему об этом есть смысл говорить, друзья? Я думаю, что есть смысл. Знаете, вчера мы общались с братом, Иваном Николаевичем Бруяко, вы, наверное, знаете его многие. Он рассказывал о том, как он дважды был в Африке, летал туда, он старается какую-то помощь там оказать. И он рассказывал о своих впечатлениях, как живут христиане там, в Африке. Это жуткая картина. Он почувствовал вот этот контраст как бы в достатке, в образе жизни тех христиан и тех, где он находится, где он живет. Это разница просто, ну, как бы огромная величина. Просто у него голова закружилась. Он настолько был впечатлен. Ну, вот представьте себе, друзья, дети-сироты там при церкви живут, их рацион следующий утром, кукурузный кисель. То есть жидкая-жидкая каша кукурузная, с дробленной кукурузы. В обед та же каша, только чуть погуще, и все. И вот так вот, вот эти миски с этой едой прямо на полу так расставлены, их кормят, как собачат, как щенков. Это при церкви, это вот весь их достаток, весь их уровень жизни, и при этом они благодарят Богу. И молятся, и довольны тем, что хотя бы это есть. И вот он так говорит, что когда я вернулся из Африки, я многое пересмотрел в своей жизни и от многого отказался. Непотребство. Серьезный вопрос, друзья. Есть классическое такое произведение в русской литературе, автор Гоголь, кто постарше, те изучали в школе его, Тарас Бульба. Друзья, кто знаком с этим произведением, вы помните, как погиб этот герой? Я немножко, кто не знает, коротко расскажу. Значит, война была казаков на Украине с польскими, значит, подразделениями, войсками. И вот они успешно вели эти войны, отстаивали свободу своей земли, вот эти казаки. И там главный герой был Тарас Бульба, очень могучий такой человек, как бы предводитель своего отряда, образ настоящего патриота своей земли. Но у него была слабость. Он в совершенстве владел военным искусством, он прекрасно скакал на коне, он владел шашкой, и никто ему был не равня в этом. Но он постоянно в зубах своих держал курительную трубку, такую вот расписную, всю тяжелую. И вот однажды они после успешного какой-то вылазки военной убегали от преследования. И уже все, почти уже оторвались от преследования, все хорошо, все успешно кончалось. И в последний момент у него изо рта выпадает эта курительная трубка на землю. И вы знаете, что он делает? Он осаживает коня, останавливается для того, чтобы подобрать эту трубку и не успевает уйти от преследования, на него наваливаются поляки и заканчивается его жизнь. Казалось бы, мелочь какая-то, да? Непотребство, но он настолько был привязан, он настолько был пленен этой зависимостью, казалось бы, вещь безобидная, что погиб и лишился жизни из-за этого. Друзья, ядовит на это обращают внимание. Непотребство – это очень большая опасность в нашей жизни. И нам нужно в этом отношении, вот во свете этой истины, многое пересмотреть, чтобы не быть грузными, потому что узок путь и узкие врата. Грузными душой, обремененными в сознании своем, ну а где-то даже и потом и физически. То есть, это все последствия вот этого явления в нашей жизни, которое называется непотребство. Благослови нас Господь, друзья, поразмышлять над этим, и многое может быть пересмотреть. Почему? Потому что это один из принципов непорочной жизни. «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Коротко очень. Понятно, друзья. «Преступное» – это значит в самом широком смысле «преступное» – это значит переступить где-то те или иные запреты, те или иные законы. И вот он говорит, что этого не нужно, это дело преступное, здесь на риск не нужно идти. «Сердце развращенное будет удалено от меня». Следующая очень важная сфера, на что обращает свое внимание Давид, это на вопросы целомудрия, на вопросы нравственности. Они всегда актуальны. Всегда в этой сфере народ Божий, последователи Христа ведут борьбу. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. И это всегда, друзья, актуальные вопросы. И здесь нам нужно бодрствовать и молодым, и старым. Чтобы не жило в нас сердце развращенное. Есть очень четкие принципы, очень хорошие советы. Один из них дает Иов. Помните, заветы я положил с глазами моими. Это все принципы непорочной жизни. Об этом размышляли все праведники и бодрствовали, и хранили себя в чистоте. Мы должны бодрствовать и быть стражами всех врат нашей души. И зрения, и слуха, и других сторон. Для того, чтобы бодрствовать в этом вопросе, потому что это весьма важно. Особенно, друзья, родители, мы должны молиться о детях своих, о молодежи. Потому что это та сфера, где наиболее активен враг душ человеческих. Он именно посредством нецеломудренных поступков и поведения, и осквернение юных сердец именно в этом вопросе желает их погубить. И мы должны это понимать, бодрствовать, самим быть чистыми в этом, чтобы не переносить вот это проклятие, вот это поражение будущему роду. Храни нас Господь. Это тоже важная очень сфера, очень важный принцип, который здесь обозначен. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Злое сердце. Вот есть люди, которые полны всегда критики, всем недовольны, все не так. И вот такой вот негатив, такой сгусток теней они вносят в себе злое сердце. И Давид отказывается от него. Он говорит, я его не буду знать. Это не мой удел. Мне оно не нужно. Это не мое настроение. Это не мой настрой. Это не мой подход к жизни. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердца мне потерплю. Этот стих я соединю, друзья, с седьмым. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. О чем здесь речь? Давид дальше обращает внимание на окружение свое. Он оглядывается и говорит, клевещущий будет изгнан из моего окружения, гордый, надменный, коварный, лживый. Они не останутся пред глазами моими. То есть Давид, для того, чтобы обрести вот эту непорочность перед Богом, он пересматривает круг своих друзей. Вы знаете, в русском языке есть пословица такая, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это действительно так. Очень часто окружение формирует человек. Очень часто можно понять, кто есть человек, посмотрев на его друзей. Если, друзья, мы любим общаться с теми, кто нет-нет, да и сплетенку очередную выдаст. Если вот нам это нравится, если, ну, как бы, наше хобби, наше самое приятное занятие – это перемывать кости другим, надеюсь, вы это выражение тоже понимаете, то нужно здесь остановиться и посмотреть, кто мои друзья, кто мое окружение. И от этого много очень зависит, друзья. К святым твоим, в другом тексте пишет Давид, к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Вот кто наши друзья, вот где круг нашего общения. Святые божьи люди. И последнее, друзья, на что я хочу обратить внимание, шестой стих – «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне». Глаза мои на верных земли. Друзья, это очень важный принцип. На кого мы смотрим? Кто является для нас примером? Кто нас вдохновляет? И Давид пишет «Глаза мои на верных земли». Я, когда в молодежи своей беседовал на эту тему, я говорил так, вот, братья и сестры, у нас, вы знаете, сколько миссионеров? Ну, кто такие лучшие люди, верные земли? Кто такие? Это наши подвижники, это те, которые прошли впереди нас, это плеяда наших братьев-служителей-узников, это наши старцы, большинство которых уже ушли в вечность. Это вот наши примеры, это те, на которых следует нам всем равняться. Ну, и современники наши есть, друзья. Есть и сегодня верные земли. Не из всяких род. И прежде всего, это миссионеры, это люди, которые оставили насиженные места, которые отказались от благ и удобств цивилизации, и пошли в другие какие-то регионы, поехали для того, чтобы проповедовать Евангелие, где не было церквей, где нужно было это делать. Это лучшие наши люди, друзья. И вот у нас в братстве более 450 миссионерских семей, которые переехали и занимаются служением, я имею в виду, за весь постсоветский период. Скажите, вы можете назвать 10 фамилий из этих 4-х 50? А как же с этим принципом? Глаза мои на верных земли. Вы знаете, друзья, у меня создается впечатление, я много езжу по церквам, с этим связано мое служение, что вот церкви большие живут своим миром. Налажено служение, то есть сыгровки, молодежные, спевки, богослужения, поездки. Это все прекрасно, это все хорошо, потому что и здесь каются люди, и здесь приобщаются к церкви, это прекрасно. Но когда я бываю на миссионерских полях, вот мы сейчас будем смотреть этот фильм, я месяц в августе этого года провел в Тундре, и у меня складывается впечатление, что там другой мир, там братья-благовестники, труженики, у них свои заботы, свои планы, свои перспективы, свои какие-то переживания, свои молитвы слезные, свои радости. И такое впечатление, что вот мир церкви, мир полей благовестия, они это два автономно существующих мира, они не пересекаются. То есть те занимаются своим, эти своим, и, друзья, я чувствую свою задачу в том, чтобы наладить вот эти взаимоскрепляющие связи, чтобы мы знали лучших людей земли. Глаза моих на верных земли, пишет царь Давид. Знаете, вот один из признаков, по которому можно было определить в народе израильском, народ израильский с Богом живет, все у него нормально, духовно или нет. Знаете, по какому принципу? Когда священник и левит был ухожен, сыт и совершал служение в храме, значит, народ израильский жил с Богом. Если можно было бы на палестинских землях увидеть нищего, куда-то идущего, ищущего себе пропитание левита, можно было с уверенностью сказать, народ Божий живет в отступлении. Братья и сестры, для меня этот признак сегодня актуален. Если благовестники наши, которые совершают служение как бы на руках молитвы народа Божьего, церкви, если у них все необходимое, нужд много, они никогда не прекратятся, но все-таки вот этот баланс соблюден, и все-таки есть движение вперед, и они ощущают заботу церкви, заботу народа Божьего, если это так, то все прекрасно, значит, церковь живет в пробуждении. Когда народ Божий, народ израильский возвращался из плена, это книга Неемии и Ездры, знаете, один из первых пунктов, с чего они начали, знаете, был какой? Давайте будем отделять десятину для священников. Я просто сокращаю время, не читая эти тексты Писания, друзья, это люди, которые сами еще сидели на мешках и чемоданах, но они как бы восстановили вот этот принцип, по которому сказал Господь. Если это Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, к пришельцу и вдове, там, к сироте, не собирая очень тщательно урожай, оставь для них кисточку винограда, какой-то сноп, то есть не собирая очень тщательно, помни, что сзади идет руфь. Это вот так Бог учил народ свой, значит, по отношению к сироте, вдове, пришельцу. А о левите и священнике, знаете, как сказано, лучшее отдай. Вот десятую часть отдели из лучшего твоего. То есть это более серьезный подход, это более высокие требования. И мы об этом читаем, друзья, это составляющая нашей святости, это составляющая нашей непорочности. Глаза мои на верных земли. И дальше, чтобы они пребывали при мне, пишет Давид. То есть это не только для них объект, для него объект внимания, вдохновения, примера, но еще что. Это объект его заботы, чтобы они при мне пребывали. Он как царь об этом говорит. То есть это объект его заботы, его попечения. Это все, друзья, неотъемлемые вещи, неотъемлемые вот эти принципы нашей святой жизни. Мы не можем существовать отдельно от всех. Вот мне хорошо, я перед Богом не грешу? Нет, Бог с тебя спросит, а как ты относишься к тем, которые пожертвовали всем? К тем, которые оставили все, и они себя поставили в зависимость от тебя, как ты к ним отнесешься? Друзья, благослови нас, Господь, бодрствовать и действительно достигать святой и непорочной жизни перед Господом. Вот эти принципы, они очень жизненные, они практичны, и дай нам, Бог, друзья, их соблюдать. Мы сейчас помолимся, и дальше мы посмотрим информацию о служении и благоествовании. Аминь. Склонимся для молитвы. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за слово Твое. Ты напоминаешь нас и призываешь нас к святой жизни. И дай нам, Господи, понимать эти истины так, как они изложены в Святом Писании. Дай нам, Господь, не пребывать в заблуждении, во лжи, во сне духовном, но быть бодрствующими, жить для Тебя, жить для дела Твоего, потому что, Господи, Ты неустанно его совершаешь, и Ты, Господи, делаешь и осуществляешь его через рабов Твоих, в том числе и через тех, которые трудятся на территории бывшего Советского Союза. Господи, и мы больше об этом переживаем, потому что это наша Родина, и мы ответственны за тех людей, среди которых мы некогда жили. Благослови нас, Господь, быть людьми верными, преданными и посвященными Тебя, ожидающими Твоего явления с обилием масла в своих светильниках. Мы славим Тебя, Господь, и поклоняемся Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, я приехал для того, чтобы вам рассказать о служении благоистания, которое совершается там. Как я уже сказал, я много провожу времени в поездках и бываю на тех полях, где совершается это служение, благоистование, и мне с сыном пришлось в августе побыть целый месяц в тундре, объехать многие оленевоческие стойбища для того, чтобы вам эту информацию здесь показать. «Знаете, знаете, друзья, вопрос пришествия Господа нашего Иисуса Христа и вопрос благовестия, они очень тесно сопряжены. У Бога есть очень четкое, определенное число, которое будет спасено из язычников, это 10 глава римлянам, и когда последний язычник войдет, дверь спасения закроется, то есть где-то он есть, вот этот последний язычник, где-то он живет, мы не знаем, на каком континенте, в какой он национальности, и к нему идет благовестник. Это будет, это когда-то произойдет, и вот пока мы живем, там, понедельник, вторник, среда, в заботах, в заботы свои погружаемся, вот это расстояние между последним грешником и благовестником, оно что? Оно сокращается, и когда-то наступит тот день, когда благовестник скажет ему слово спасения, уверует язычник, и прекратится время благодати для язычников, поэтому, друзья, в духовном мире мы живем во время великого напряжения. Сейчас посмотрим фильм о пробуждении среди ненцев. Пожалуйста, братья. Мы расскажем вам о пробуждении среди ненцев. Ненцы – это малый северный народ, удивительным образом сохранивший национальную самобытность, имеющий высокую степень неприятие всех нововеяний цивилизации. И, несмотря на свою ментальную консервативность, этот народ от всего сердца стал принимать Христа, распознав в нем своего спасителя и Господа. Это удивительно, это чудесно. Мы услышим свидетельство миссионера-первопроходца среди ненцев, который более 20 лет с Евангелем в устах и с любовью в сердце трудится среди них. Вот, ненцы полюбили многие Господа. Мы узнаем об обращении ко Христу из первых уст. Без Бога жизни нет. Без Бога благословения нет. Вот это я всем пожелал бы. Мы проедем на вездеходе по тундре вместе с благовестниками. Побываем вместе с ними в ненецких чумах. Насладимся общением на большом торжественном собрании Ненецкой Церкви. Прощение душа моя жаждет, кто желает противного и... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тундра. Многие из нас, слышавшие это слово, сразу представляют суровую ледяную даль, по которой безудержно носятся холодные ветра и изредка прогуливаются белые медведи. Однако, когда ты оказываешься в тундре летом, то первое, что ты невольно испытываешь, это удивление от мощного напора жизни, проявляющегося в самых различных вариациях. На одном квадратнометре тундры биолог мог бы насчитать не один десяток различных растений, начиная от муха, грибов, ягод, трав и заканчивая карликовыми деревьями. Огромное количество различных насекомых, пауков, жуков, мух, комаров, бабочек, увидел бы он, и каждая из этих тварей спешит за короткое тундровое лето войти в силу, расцвести, по-своему присоединиться к торжествующей симфонии жизни, уронить в оттаившую землю семя, принести потомство. Кроме этого цветущего и жужжащего микромира, в тундре есть много различных животных и птиц. Это медведи, волки, росомахи, песцы, зайцы, это гуси, утки, цапли, орлы, соколы, ястремы. Словом, это красивейшая земля, которая властно и смело овладела жизнь во множестве своих проявлений. Словом, это красивая земля, которая властно и смело овладела жизнь во многих местах, облюбовали ненцы. Малая северная народность. Около двух тысяч человек кочуют по уральской и большеземельской тундре. Это край земли, который омывают воды Кардского моря. Ненцы – удивительный народ, стойко сохранивший ярко выраженную самобытность, в то время, как другие крупные народы мира научно-техническим прогрессом унифицированы во всех сферах жизни. Ненцы, как и прежде, продолжают кочевать по бескрайней тундре, заниматься оленеводством, жить в гармонии с суровой природой, одеваться в национальные одежды, бережно хранить свой язык, и другой жизни они для себя не мыслят. В тундре рождаются и вырастают их дети, сначала выползая, а затем ловко выпрыгивая из-под полы чума на просторы тундры. Они находят для себя интересные занятия, игры, но самое главное – с измальства перенимают различные древние ремесла, погружаются в стихию оленеводства. Олени – это их земная жизнь, их стихия. С ними связано все. Это их продовольственное благополучие, это их телесный покров, их жилище, это их транспорт, их финансовый достаток. Каждый мальчик с детства мечтает обладать своим стадом, быть успешным оленеводом. Следуя своей мечте, он охотно помогает старшим следить за стадом и быть рядом со своим отцом и старшим братом. Каждая девочка с детства мечтает иметь свой очаг, иметь свой чум, свою семью. Многие попытки цивилизации своим чарующим комфортом увлечь немцев из тундры в города и поселки не увенчались успехом. Они продолжают жить в тундре, как их отцы и деды. И несмотря на суровость быта, другого образа жизни не ищут. Что удивительно, что эти люди, они на сегодняшний день соприкоснулись со всеми благами цивилизации. И казалось бы, они прекрасно понимают, что это лучше, это комфортнее, это удобнее. И тем не менее, видим, как в жизни каждой нации исполняется Божий замысел. Писание говорит, что Бог определил времена и сроки пределы обитания каждому народу. Для немцев это крайний север. Это вот эти холодные места, где обычно люди жить не хотят и не могут. При всем том, что они соприкоснулись с благами цивилизации, они не могут обходиться без тундры. Они хотят жить в тундре, они хотят кочевать. Это свидетельствует о том, что вот вложенное Богом, оно мощно действует, наверное, на генетическом уровне. Более 20 лет назад Евангелие с успехом стало распространяться среди ненцев. Николай Иванович Гончаров стал первым благовестником этого народа. Идя навстречу ненцам, евангелист преодолевал многие трудности и опасности. Он с полным правом мог бы повторить за апостолом Павлом. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от язычников. Вот воспоминания молодого христианина о первом посещении благовестника. И к нам приехал Траков. А мы вообще сначала не знали, что за Траков. Потом на следующий день, он ночью приехал, на следующий день нас всех собрали в одном чуме. И Николай Иванович начал читать с первой главы Бытия о сотворении, о том, что как Бог сотворил небо и землю, и человека тоже сотворил. И мы, все дети, мы с открытыми ротами слушали его внимательно. И мне интересно было наблюдать, как переводил Илья Семенович Валей. И тогда я по-русски хорошо не понимал, и через переводчика вообще хорошо мне дошло это слово. И вот я своим родителям говорю, нам тоже нужно стать верующими. Потому что это слово Божие, это правда, это истина. Мама говорит, да, нам тоже действительно надо стать верующими. Вот так мы услышали впервые слово Божье. И мы это восприняли. Через некоторое время мы покаялись. И родители тоже приняли Ивангрия. За все эти годы тундровый автомобиль Трекол изъездил эти просторы вдоль и поперек. На многих стойбищах собаки приветственным лаем встречают знакомый вездеход. Ни одна бурная река покорилась решительности евангелистов. Ни одни ухабы и скалы покорно пропускали через себя белый внедорожник. И все для того, чтобы евангельская весть достигла самых отдаленных стоянок оленеводов. Чтобы и там торжествовало Господне спасение. Когда мы говорим о пробуждении народа, это значит, что внимание всего народа и уверовавших, и еще не верующих обращено на Христа и Евангелие. Это значит, что христианство стало значимым фактором жизни всего народа. Это значит, что подавляющее большинство представителей этого народа положительно относятся к благой вести. Все эти признаки очевидны среди ненцев. Поэтому мы с полным правом говорим о пробуждении ненецкого народа для Христа. В начале они нас принимали враждебно. Это за горами в районе Лоборовой. Там большая группа ненцев, семей кочует. Потом на север от этого места, за рекой Нярмой, там тоже большая группа оленеводов. И если раньше они просто нас либо отрицали нашу проповедь, проповедь Евангелия, либо были сдержаны, то на сегодняшний день заметно то, что все они хотят слышать. Традиционно они придерживались языческой веры, да? Традиционно это язычество. Мы вот с нашей группой, мы с вами были сейчас несколько недель назад на священном месте. И меня интересовал вопрос, вот насколько там много свежих следов поклонения, чтобы люди приезжали поклоняться. Мы увидели, что это священное место, оно приходит и в запустение. Когда благовестники после долгого, порой опасного пути прибывают на стоянку, их встречают с радостью. Колются дрова, разгорается очаг, готовится угощение. И начинается благословенное общение. Друзья, для чего Господь в священном писании... Многократно и многообразно дарит, говорившим истерами отцам пророков. Последние дни сие говорил нам в сыне... После стольких лет проповеди Евангелия и созидания немецкой церкви результаты очевидны. Очевидно действие Духа Святого в сердце этих суровых людей. Я думал, до покаяния, я думал, так нормально. Жизнь идет своим передом, и смысла не знал. Но все равно душа как-то стремилась, что как-то Бога найти. А потом, после покаяния, у меня цель появилась... Для чего человек живет, и для чего на самом деле мы живем. Для чего Бог человека создал, и понял, что на самом деле Бог человека сотворил для того, чтобы к нему приходили. В 23 года я женился. Где-то через год, ну, ровно, чуть побольше, может, я уже уверовал, покаялся. Изменилась жизнь? Жизнь изменилась. Все бросил. То есть, то, что алкогольное, ну, с тех пор я в руки не брал, и даже цену не знаю, сколько она стоит. И вот алкоголь. И вот с тех пор, ну, Бог изменил мою жизнь. Вот. Слава Богу. И пятеро детей. У меня жена. Без Бога жизни нет. Без Бога, как бы, благословения нет. Вот это я всем пожелал бы. Всем нашим моленеводам. Когда люди обращаются к Господу, эту перемену, ну, легко увидеть, как в городе, так и в тундре. Вот. Это такие вредные привычки, вот, которые, особенно, они были поражены алкоголем. Вот. И все это сейчас. И, конечно, те, кто верует, это исключено. Вот. И потом новые взаимоотношения. Вот у нас, скажем, вот, и три кочевые церкви, и Большеземельская тундра, и Уральская. Они раньше не в контакте были. Они боялись друг друга. Они враждовали друг с другом. Сейчас, когда мы стали христианами, они в одной тундре церковь, в этой и сейчас браки совместные проходят. Молодые семьи рождаются, а когда-то это были, можно сказать, враждующие такие племена. Вот. А сегодня кровь Христа, учение Христа, оно устраняет преграды не только между людьми и язычниками, но и между группами язычников. То есть Господь творит великие чудеса и примиряет с собой и друг с другом людей. В тундре живет и растет кочевая Ненецкая церковь. На стойбищах оленеводов вечерами проходят богослужения. Служители, рукоположенные из Ненецкого народа, объезжают чумы с пастырским попечением. Два раза в год организованы общие собрания всех верующих, живущих в тундре. Одно большое многодневное собрание проходит зимой в Оркуте, другое – летом в тундре. Ну вот сейчас у нас на этой территории, этого лагеря, импровизировано у нас проходит очередное ежегодное общение летнее, или конференция, как мы ее называем, съезжается, народ с чумов. Но это редчайшее явление, и, скажем, оно в истории ненецкого народа, наверное, новое, и оно первое, потому что это связано с обращением людей к Господу, и их интересы изменились коренным образом, чтобы изучать Библию, изучать Евангелие, познавать христианский путь и набираться христианского опыта. И вот этим целям посвящено наше общение. Здесь идет формирование духовных взглядов или продолжение их формирования. Здесь проходит у нас приобщение к Церкви Христовой через Святое Водное Крещение, как сегодня. На этот духовный праздник съезжаются все ненцы. Быстро и ловко сооружается большой просторный чум, приезжают гости из других церквей Братства, и начинается благословенное общение с обилием библейских наставлений, песнопений. Проходит членское собрание, на котором решаются вопросы крещения у веровавших, рукоположение на служение. Словом, это большое торжество Христовой Победы и Его спасения в ненецком народе. Примечательно еще одно весьма отрадное явление. Молодежь, подрастая, неизменно желает связать свою жизнь со Христом. Практически все дети, выросшие в христианских чумах, становятся членами ненецкой церкви и живут освященной жизнью, ожидая Господа. Каждый год, в августе, в завершение Большого Собрания, в Тундре совершается крещение новообращенных. Это большой праздник, это умножение церкви, это утверждение и расширение Христовой истины на просторах Севера. Дорогой брат Костя, веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Обещаю служить Ему доброй совестью всю жизнь. Поверить в Твои, крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Служители, через которых Господь произвел великое пробуждение ненецкого народа, не почиют на лаврах, но и сейчас полны заботы и переживаний о духовном состоянии ненецкой церкви и о дальнейшем благовестии. Их помыслы простираются дальше, в горячем желании объять светом Евангелия весь ненецкий народ. Конечно, нам хочется исполнить поручения Господа, очень хочется. И благодарим за то, что Бог дает нам определенные возможности, но мечтаем о больших возможностях и о том, чтобы Бог больше нам приоткрыл двери. Есть большая группа оленеводов на Востоке, на Гыданском полуострове. Мы в зимний период уже на протяжении 10 лет совершаем благовести. На сегодня там есть члены церкви в Тундре. На сегодня есть люди, которые покаялись, обратились к Богу, и они хотят креститься. И мы сейчас изыскиваем возможности, как организовать там благовестия в летний период. У нас нет там базы для этого пока. У нас пока нет возможностей, и мы просим, чтобы Бог нам помог ускорить это. И, может быть, использовать нетрадиционные виды транспорта. Вот, и Бог может все. Дорогие друзья, в пробуждении среди ненецкого народа очевиден перст Божий. Это не просто усилия и энтузиазм энергичных людей. Это Божье великое дело. Сегодня в Тундре спасенные исчисляются сотнями. От сознания Господнего причастия к этому трепещет сердце каждого, кто стал очевидцем пробуждения в Тундре. От этого же ликуют и радуются сердце тех, кто сподобился принять в этом хоть малое участие. Пробуждение среди ненецкого народа продолжается. Положите в свое сердце мысль, как и в чем я могу поддержать руки трудящихся в ненецкой Тундре, и тем самым стать участниками Евангелия. Братья и сестры, вы, наверное, обратили внимание на то, как решительно служитель крестил веровавших ненцев, да? Вот так же они решительно и дальше настроены идти дальше, достигать отдаленных стоянок оленеводов для того, чтобы это пробуждение продолжалось. Служение там совершается, друзья, и все, кого Господь побуждает, молиться об этом и поучаствовать, внести посильную лепту, это можно сделать через русскую евангельскую миссию. Моя задача, санкционированная братством, вот этой информацией снабжать всех, кто содействует служению благовествований, вот в том числе и с русской евангельской миссией. Я сотрудничаю и хочу, пользуясь отсутствием Владимира Андреевича, несколько добрых слов, друзья, сказать о нем. На протяжении 26 лет миссия уже совершает это служение, содержит более 70 миссионеров на территории бывшего Советского Союза, и несмотря на то, что он старец уже, но старается что-то делать, миссия работает, служение совершается, друзья, и слава Богу. Знаете, у Владимира Андреевича и его супруги здесь, в Америке, минимальная пенсия, вот какая только может быть минимальная. А знаете почему? Потому что на протяжении всех этих долгих лет они работали в миссии как волонтеры, не имея от этого ничего. То есть все направлялось туда, на служение благовестия, и это вызывает у меня большое уважение, и поверьте мне, если бы у меня были какие-то сомнения в репутации миссии, я, наверное, бы не сотрудничал. Поэтому вот так вот несколько слов о миссии. И последняя информация, друзья. Владимир Андреевич выпустил книгу, написал, и я ему в этом немножко помогал, его биографическая книга «Господь, сила, моя и песнь». Это совершенно новая книга, и она впервые вот так вот публично представляется. Очень интересная книга, друзья, о летах гонений на церковь в Советском Союзе, о становлении братства, о его узническом сроке. В тяжелейшей тюрьме он проводил свой срок как христианин, «Голодная зона» называлась. Об этом всем написано, очень интересно. И о пробуждающейся церкви, и о зарождающемся служении, музыкально-хорового служения. Много здесь интересного. Есть те моменты истории, которые не описаны нигде вообще. Поэтому, друзья, рекомендую всем почитать ее и пожилым, и молодым. Вы просто обогатите себя. Ну и кроме того, она написана таким богатым, красивым русским языком, который тоже, наверное, я желаю вам не забывать. У меня все. Я говорю аминь. Благословения вам. Благодарность Господу и всем, кто участвовал в этом служении, хористам, кто выходил участвовать в пениям, стихотворениям, за проповеди. Слава Господу. Благодарность Богу за участие в миссии в служении. Также и Павлу благодарность за то, что он представлял сегодня неплохо эту миссию, на мой взгляд. Я думаю, что если это от Господа дело, оно устоит. Сегодня есть возможность поучаствовать в служении материальном. И после того, когда мы помолимся, братья дьяконы, они уже приготовились, чтобы на выходе ваши пожертвования принять. Хочу напомнить также, что вечером еще одна миссия, это Voice of Peace. Она будет здесь, в нашем собрании. И тоже мы планируем сделать материальный сбор. Поэтому, братья и сестры, сегодня у нас такой день. Мы можем материально участвовать в этом служении. Помолимся Господу. Наш дорогой Господь, слава Тебе и хвала. Ты создал для Церкви все условия, чтобы мы духовно росли, чтобы мы радовались общению друг с другом, чтобы мы принимали активное участие в спасении грешников, которое Ты, Господь, делаешь. Нам бы очень хотелось это делать по нашим силам, насколько мы это можем. Сегодня, братья, нам рассказывали о том, как происходит это служение на Крайнем Севере. В частности, это Большеземельская, Привральская тундры. Мы просим, Господь, благослови это служение, чтобы все те, кто там живут, ненецкие народности, все, кто там живет, Господь, могли слышать о Тебе и сделать правильный выбор в пользу своего спасения. Господи, поддержи всех, кто трудится в этом служении. Благослови, Господь, и также эту миссию, чтобы она могла больше потрудиться во славу Твою. И тех, кто трудится там отдельно, каждого благослови, Господь. Мы просим милости вот и к нашей сестре Галине Юрьевне Рытиковой. У нее сейчас такое тяжелое жизненное переживание. Господь, она на пороге вечности. Мы просим, чтобы Ты явил ей милость. Если угодно, воля Твоя пошли и выздоровление. Если Ты хочешь, чтобы она перешла в вечность, Господь, Ты приготовь, чтобы она была к этому готова, и чтобы как можно меньше это было ей больно и тяжело, Господь. Мы просим, яви милость ей и также ее родственникам, а также нашу сестру Дину поддержи. У нее также есть переживание большое, она потеряла своего брата. Яви милость ей, а также всем родственникам, которые вот почувствовали в полной мере эту утрату. Храни их в руке своей, Господь. Сохрани нас и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Собрание окончено.